Всем привет! Меня зовут Елена и вы на канале Сад Бесконечного Лета. Я на выходных занималась обрезкой метельчатых гортенций. При обрезке я обратила внимание, что маленькие саженцы, которые посажены в 10 и 15 литров, в грунт такой запах прелости и гнили. Вот эти дни переживала по этому поводу. Но я как думала, что если мы даже маленькие саженцы сажаем в грунт, земли больше, питания больше, но это грунт, а это контейнер. Хотя и технические, большие отверстия, но тем не менее земля запрела, вздохнулась. Что я буду сегодня делать? Вытащу из больших горшков маленькие саженцы, обработаю их фундазолом с корневином и помещу их на зиму в 5-литровые горшки технические. Напишите, пожалуйста, если у кого была такая ситуация, очень будет интересно узнать ваше мнение. По этому поводу давайте обсуждать, давайте дискутировать. Но я признаю всегда свои ошибки, и самое главное, их нужно вовремя исправить, чтобы растения наши не погибли. Ну, начинаем. Вот они, молодые саженцы, веточки тоненькие, и здесь прям идет запах. Так, сверху убираем кислоту. Все, конечно, мокрое. Ну и убираем этот грунт. Все, это грязь. Вот корни только вот здесь вот появились, то есть он как в 5-ти литрах рос. Ну, корни не гнилые. Берусь за корни. Вот, вот они корни. Вот они корни. И столько на земле. Рановато пересадила. Все-таки нужно, если вы выращиваете в контейнерах, нужно пересаживать последовательно, с меньшего объема к большему. Когда освоят меньший объем, тогда пересаживать. Вот так вот просто, смотрите, вот корневая и 10 литров. Он задыхается, заливается, и корни начинают подплевать. Нет, ничего, как бы не все печально. Корешки живые. Ну, как бы здесь особо запаха нет. Корешки живые. Самое главное, вот так сейчас хорошо буршим корневую систему и посадим в более сухой грунт. Так, горшок 5 литров. Грунт у меня БО. От тех малышей, кто не выжил. Он уже намешан. Тут кислый торф, компост и добавление осмокота. Мы пересаживали где-то в августе. Так, ну, прикидываем. То есть тут 5 литров вообще за глаза. Ну и засыпаем. Засыпаем. Потряхиваем. Стеночкам приливаем. Вот выравниваем, чтобы веточки росли вверх. Здесь в окраешку утрамбовали. И я проливаю раствором фундазола против гнили. Препарат очень хороший. И радифарму. Дозировка фундазола 10 грамм на 10 литров воды. Дозировка радифарма 25-50 миллилитров на 10 литров воды. Я добавила 30. Сильно не заливаем, потому что он и так уже в болоте сидел. Чуть-чуть. Фундазол против гнили. Радифарм для корни образования. И присыпаем кислом торфом, который у нас был присыпан большой горшок. Верхний мульчирующий слой, дающий дополнительную кислоту. Вот так. Тут еще же у нас ливни шли на днях. Сырой грунт был. Плюс еще ливневые дожди. Вот так. Обязательно. Be happy. Вот. Вот для такого саженца 5 литров за глаза. Пока не освоен. Посмотрим, как будет все проходить. Это грязная, однообразная, монотонная работа. Не буду занимать у вас очень много времени. Итак, подведем итоги. Если вы выращиваете гортензии в технических горшках, даем объем постепенно, когда корневая система освоит земляной ком, в котором он растет, объем, в котором он растет, и постепенно перевариваем. И если вы купили саженец и сажаете в открытый грунт, здесь никаких проблем не возникнет. Если вы выращиваете в технических горшках, обязательно увеличиваем объем поэтапно. Иначе закисает грунт, корни не справляются с влажностью, которая образуется в большом объеме работ, и начинают подгнивать и растение может погибнуть. Учитесь на ошибках других, прислушивайтесь к советам блогеров, которые с вами делятся своим опытом. Обязательно пишите в комментариях про свой опыт. Это же общение, это обмен информацией, это все равно мы проходим все на своей шкуре, но тем не менее, уже я слышала про этот момент, про большие объемы для маленьких растений. Но, как обычно, сработало, проверю на себе, а вдруг не так. Вот, я перепроверила этот момент, да, действительно, я полностью согласна. Самое главное, все устранено в облике. Ну все, если была моя информация полезна для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем вместе делиться радостью и разбирать ошибки, которые могут возникнуть у всех, даже у опытных садоводов. Ну все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok